Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала, вы как всегда на канале Семены Чемоданы, с вами я, Славян. Мы продолжаем путешествовать по острову Шри-Ланка, это такой новый сезон в сезоне. Мы сегодня отправимся с вами в два очень интересных места, это Сигири и Дамблуа. Надеюсь, правильно я сказал. Посмотрим, куда мы заехали в городе, куда заселились, сделаю вам обзорчик. И будет, как всегда, много всего интереса. В общем, ребята, я не буду затягивать, ставьте лайки, пишите комментарии и погнали. Перед тем, как мы подгрузимся с вами в новое путешествие, хочу объявить акцию. Мы периодические акции такие делаем и они становятся очень актуальными. Ребятки, наши видео на ютубе набирают приличное количество просмотров. Сейчас это минимум 30 тысяч за один день. А еще эти выпуски не удаляются и потом продолжают также набирать. Если у вас есть какая-то услуга, либо бизнес, либо интересное предложение, вы можете у нас на ютубе в одном из выпусков прорекламировать то, чем вы занимаетесь. Но не по тем ценам, которые у нас идут для больших компаний, а по специальным ценам для вас со скидкой в 50% по моему промокоду СЛАВЯН. Вам нужно просто написать нам на почту, указать этот промокод, рассказать, чем вы занимаетесь. И мы далее с вами все согласуем. Пишите на почту, все там оставил в описании. Движение здесь в центре острова, конечно, капут. Это серпантины, такие достаточно затяжные. А вот идет слон! Охренеть, смотрите! Где? Сейчас вот справа, 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 смотри! Вовремя так. Смотри! Я как чувствовал, что над камерой просто идет слон. Смотрите. А, так это наш слон с нашими, нет? Нет, конечно. Да, другой, мы понимаем. Представляете? Вот так вот. Папочка, сейчас там будет волна. А еще хотел рассказать про то, что здесь продают арбузы. Мы даже купили два арбуза. Здесь они, знаете, вот прям как стоят, как у нас, вот в сезон. И здесь также прям выставляют такие большие палатки, витрины арбузные. Только они здесь маленькие. Сейчас мы доедем, я вам покажу. Вон, видите, как затяжное. И все в горку, в горку, в горку. И здесь природа уже, конечно, другая. Горы, горы. Они здесь невысокие, на самом деле. Настен, какая высокая, самая высокая точка в Штенландии? Полторы тысячи. Полторы тысячи, по-моему. Короче, не сильно-то и высоко. То есть, по сути, после, например, тех же Кавказских гор, это так себе. Я сказал немножко неправильно. В общем, Адамов пик, он, как говорится, ровесник по высоте Роза-пик. Тоже 2 200. А Роза-пик 2 300, да? Ну, 2 300, 2 200. Ну, короче, чуть поменьше Роза-пик. Ого, смотрите, какие виды. Я там по-моему. Вот так вот. Не Адамов, не Клавчик. Пик Адамов, да, Тима. Вот это вот здесь? Нет. Ну, вот, тут видно же прикольное. Ну, да. Я интересно. Посмотрите, какой закат. Ёбаросты. Где? Вот это, да. Где они, тишины? Блин, и как же нам сделать? Как? Я не мог этого пропустить. И в итоге остановился. И бегу подснять закат. Ну, там очень круто. Мы так остановились. Там горы вообще высоченные. И вот оно, солнце. Смотрите, просто туда вот за горы падает. Ой, какая красота. Здесь, конечно, не так видно, но тем не менее. Вау. Вот с этой стороны классно. Смотрите, какая красота. Мы, короче, заселяемся в отель. Сейчас это. Вношу вещи. У них, короче, не работает лифт. Поэтому пешочком на четвертый этаж. Улицы узкие, но очень хорошо то, что есть паркинг. Причем такой подземный. Ребята, на самом деле, прям сразу, вот пока мы здесь бардак не навели, хочу вам показать номер. Это, значит, люксовый номер. Находится на четвертом этаже. Вид, скорее всего, красивый. Завтра утром мы его вместе с вами увидим. А пока давайте покажу. Так, это, значит, дверь. Ну, это все, знаете, все в стиле отеля. Там, типа, включить-выключить свет. Заходишь, значит, смотрите. И у нас вот такая комната. Там есть диван. Здесь, видимо, какой-то шикарный вид из окна. Я надеюсь на это. Но, опять-таки, мы приехали. Полная темнота. Ничего не видно. Поэтому будем смотреть завтра. Здесь стоит такой журнальный столик. Очень крутая мебель. Потому что у нас здесь вся такая, на самом деле, тяжеленная из настоящего дерева. Дальше, смотрите, есть тумбочка. Есть большая кровать. Одна белая там бельишка. Теплое одеяло, кстати. Ничего себе. Вот этот поворот. Вот. Еще одна кровать. Еще больше. Здесь, вон там еще есть окно. Кондиционер. Белая плиточка на полу. Дальше у нас есть вот такой столик. Мы, конечно, на него вообще уже все просто наложили. Все, что можно было, пока затаскивали телевизор, вай-фай роутер, огромнейшее зеркало. Здесь очень здорово, что есть вода. Можно сразу попить. Это пивные бокалы. Вот еще здесь есть кофе, вот чай, чай, ну и сахар. Как в столовой почти. Как в столовой. Чайник есть, это уже хорошо. Здесь еще также есть мини-холодильник, что тоже очень важно, потому что кухни здесь, например, нету, но, по крайней мере, что-то перекусить можно. Мы заехали в магазин, купили вот такие вот деревянные вилки и вот такие вот деревянные тарелки, которые можно греть в микроволновке и наливать горячую еду. Вот прям вещь хорошая. И также у нас, ну, стул понятно, огромное зеркало. Это я. Далее у нас есть шкаф. Блин, классный дизайн шкафа, конечно, нравится. Еще сейф есть. Чикс. Сейф есть. Можно нормальный пароль ввести. Важное, что есть сейф, да. Это хорошо. Вопрос только надо пароль придумать. Там какие-то деньги. Так, ладно. Ребята сразу пошли мыться, поэтому сейчас рум-тур по ванне покажу вам чуть позже. Так, в общем, сотрите ванну. Ребята там моются. Унитаз. Здесь ванная комната. Пошла резко горячая вода. Очень красивая раковина. Столешник. На самом деле, блин, клевый, прикольный, современный отель. Вот. Все, конечно, ну, прям нравится. Стоит просто вообще недорого. Наверное, поэтому мы здесь. Ну, и плюс-то в центре города полотенчики беленькие, видимо, логотипы. Вот. Ну, и, естественно, вся сайтехника. Вот так вам покажу. Тоже выглядит очень все хорошо и добротно. Ну, и ванны, конечно, тоже. Такой роскоши в виде ванны у нас не было уже. Ого-го, как давно. Да, кстати, забыл рассказать по цене. Три ночи. Три ночи в этом вот отеле, в этом номере нам обойдется 33 тысячи рупий. Здесь сейчас появится конвертация. Пишите, дорого, недорого. Ну, мне кажется, вообще очень даже классная цена. Наверное, вы спросите, Славян, где же бронировать жилье? На самом деле сервисов существует огромное количество, и многие из них мы постоянно проверяем и ими пользуемся. Все ссылки вы сможете найти в описании. Но сегодня хочу конкретно вам рассказать про такой сервис, как Booking. Скорее всего, вы все о нем знаете. Он, конечно, где-то работает, где-то не работает, но в 90% случаев в мировой истории он работает. И, например, на Шри-Ланке мы пользуемся исключительно сервисом Booking. А знаете почему? Здесь есть огромный жирный плюс. Это то, что в 95% случаев здесь не нужно оплачивать картой, которые у нас, как говорится, не работают. Здесь ты просто бронируешь, приезжаешь на место и оплачиваешь наличкой. Это максимально удобно. Конечно же, у Booking есть другие немаловажные плюсы. Это такие, как рейтинги, это оперативный чат поддержки, это все проверенные пользователи. Даже если у вас какие-то неприятности случилось, то вам техподдержка обязательно поможет. В общем, ребятки, все жилье здесь, на Шри-Ланке, мы бронируем через Booking, и вам рекомендуем пользоваться этим сервисом. Я там в описании оставляю также ссылочку. Обязательно пользуйтесь. Ну и обещанный арбуз. Конечно, так себе. На вид просто сырой. А на вкус тоже сырой. Так, посмотрим, какой вид у нас здесь. А вид у нас вот на чьи-то виллы и постройки. Ничего, как говорится, необычного. А с этой стороны тоже ничего необычного, просто деревья. Есть балкон, кстати. Завариваем кофеёк. Вот такой у нас вид, видите, открывается отсюда. Это мы начинаем спускаться в наш гараж. Так, а вот наш гараж. Видите? Вот так вот тачка припаркована. Сейчас нам как-нибудь еще можно будет открыть ворота и будем выезжать. Так, ну что, мы выехали. Пожелайте нам удачи и шлепните лайк, если еще не шлепнули его. О, какой у нас тут спуск. Так, нам куда тут, Артемка? Так, сейчас поверни вон туда, налево, налево нам нужно выезжать. Нет, Артем, нам не туда. Так, в какой мы туннельчик заезжаем. Заехали вот в такую овощную палатку, сейчас купим кокосы. Начнем утро с кокосов. Вот, еще надо купить бананы. Посмотрите, какой огромный кокос. Мое лицо и кокос. И они самые вкусные, которые мы когда-либо пробовали. Они такие сладкие вообще. Ой, красота. Еще вот взяли шуга бананы и два авокадо. И все это дело всего лишь 850 рупин, и все, оно вышло. Меньше, чем 200 рублей. Меньше, чем 200 рублей 4 огромных кокоса, килограмм банан и два спелейших ананаса, господи, авокадо. Все, едем дальше. По серпантинам спускаемся. Такие виды начались классные. Мы сначала поднимались долго упорно, а сейчас спускаемся. И дорога виляет, и басы ездят по встречке. Посмотрите, какая пальмовая гора впереди. Посмотрите, сколько здесь нарядных людей. Посмотрите, какой красивый храм. Это называется Кинг Стрит, Королевская улица. Это индуистский храм, мне кажется. Индуистский? Индуса, да? Наверное, какой-то праздник. Блин, забавно. Да, здесь бывает вот такая вот история. Ходят коровы. Странные. Мы едем, и смотрите, здесь какой вид открывается. Как будто бы какой-то фильм про островную жизнь. Как там остаться в живых, я не знаю. Вообще невероятный. Обедать будем в таком заведении. Написано, что китайская и тайская еда. Но сейчас посмотрим. На самом деле прикольное заведение. Здесь вот разные всякие спешл, тайское, потом что-то фут-меню, чинес есть даже. Смотрите, вот Индонезия, мексиканские блюда. Прикольно. Но я думаю, что мы покушаем супы, скорее всего. Но сейчас Настенка придет и решит. Ну вот, собственно, где-то принесли уже куриный суп. Мы, вон, заказали даже Мирошку целую порцию, чтобы он, как обезьянка маленькая, не воровал из наших тарелок. Сейчас посмотрим, какой нам суп принесут. Но куриная порция здесь большая. Еще есть с яйцом. Тем, пробуй, говори как. Здесь больше яйца, чем курица. Пробуй супчик. Очень вкусный. Вкусный? Вот и нам принесли. Слушайте, насыщенный. Вот такие куски мяса. Ну, так я и говорю, вообще. О, вот это сейчас будем объедаться. Супы, дело хорошее. Кстати, вот нам, как туристам, принесли ложки, а все вообще в кафе едят руками. Прям так сворачивают риск, закидывают. Здесь, кстати, ценники нормальные. Вот мы наели на 2940 рупий. Неплохо. Четыре супа, большие порции. Пять супов. Пять. Как говорится, едем дальше. Мы приехали в очень замечательное место. Храм Дамбова. Сейчас мы пойдем к новому сначала храму. Подожди, я разверну. К золотому Будде? Сначала мы пойдем к золотому Будду, да. Он построен, по-моему, в 2000 году. Это уже современная статуя и храм новый. А вообще, это самый древний храм Дамбула. Находится в Дамбу пять пещерных древних храмов, которые существуют в первый век до нашей эры. По левую руку можно уже увидеть огромную статую Будды. Смотрите, гигантская просто. Но сейчас попадем на территорию, подойдем поближе. Так, не пойму, где пока центральный вход. Или вот? Мне кажется, вот. МТ Сигири Касапа Махаперевенна. Не-не-не, надо вот сюда идти, Артем. Туда. Золотой храм, да. Ну что, Грица, добро пожаловать. Вот он, золотой храм. А вот золотой храм Будды. Радио, телевидение. Рядом прям, представляете, пристройка. Вот такая вот радио, телевидение и прочее. Даже есть, на самом деле, не только местные ребята, а еще и полно туристов. Вот, кстати, ну вот многие разуваются, а многие не разуваются. И на самом деле, как делать правильно, я не знаю. Стоит, не стоит. Люди туда идут, вот, наверх. Сейчас посмотрим. В сам храм мы заходить, конечно, не будем. Вот. Так. Ага. Это вот, я тоже сегодня смотрел. Да, посмотрите, вот. Видите, вот тут вот. Стоит огромное количество скульптур. Монахи, они ведут куда-то туда, на самый верх. Происходит у нас процедура разувания. Еще плитка достаточно горячая. Ну не прям, прям как пляж. Ну, пойдет. Ну, собственно, это. Вообще все в руках несут, смотри. Даже вот местные, все-все абсолютно несут в руках. Все беленькие. Что-то сегодня происходит. А, это у них вообще белая одежда для всего. А, ну вот. Мы пока подъезжали, увидели здесь обезьянку. На заборе сидела. И, собственно, мы взяли с собой сейчас бананы. Вдруг мы где-нибудь увидим, то обязательно... Это первый пещерный храм, ну что ли? А, ну, наверное. Смотрите какие. Ворота из камня, из скалы просто сделаны. Смотрится очень интересно. То есть, насеные, все идут туда. Все туда идут. Мы начинаем преодолевать ступеньки. Вон, видите, как наши дети? А, да-да-да, он же на высоте находится. На высоте, да. Да, этот пещерный храм, ну, просто, вот эту пещерку, видели. О, у нас есть бананы. О, смотрите, как прям нападает прям. Вот это дела. Да, давай, Родик, пойдем пообщаемся. Вот это кривесловие, мальчик. Так, главное крепко держать камеру. Давай я тебе, ты покормишь. Давай. Миро, сейчас смотри, какая. Жуешь? Да. Да. Похоже они с Мироном. Я не буду кромить таких. Давай ей бананы дадим, она боится, слава, пока не убежала. Давай, давай. Смотри, что у нее есть. Она, короче, уже палит, что же у меня в руке? Я же тебе, смотрите, дам. Не дразни, не дразни. Да, они дразни. Жди, мы ее приучаем сидеть. Она боится, она дикая. Положи, положи аккуратненько. Слав, положи. Сюда ей. Смотри, как пущу. Ой, еще одна. Славик, смотри, Славик, смотри аккуратно, Славик. Вот еще одна. Артем, ты где? Артем, ты где? Ты что делаешь? Ням-ням-ням-ням-ням-ням. А зачем ты убежал? О, Вера кушает бананчик. Она его так раскрылась. Дай им еще бананчик. Другой-то, да? Ну, другой-то. А то она же маленькая такая. Слушай, ну вот это вообще прелесть. Слава богу, что мы вас встретили. Да, дорогая? Дай, говорит, еще. Дай, говорит, еще. Ну, ты вставай, ты вставай. Чего у тебя там еще нет? Не, я другу твоему, погоди. Ему тоже дай сразу, иначе будет драка. Да дай ты сразу одно и другое. Не, подожди. Славик, дай одно и другое, они сейчас тебя развернут. Славик, дай, отдай, 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 сейчас поцарапает, Славик. Слава, ну тебе птичка. Вот так ты тебя понял, да? Не нравится ей. Тема, иди сюда. Обезьяны, короче. Кто-то ее дразнит, как она тебя лапой. А у них еще прикольная стрижка. Одна так нормально отнеслась к моим дрессировкам, а вторая меня прям рукой такой, как дышь, короче, я по ноге, типа, давай сюда. И в шорты прям вцепилась. И говорит, это, давай, Игорь, давай. Слушай, ты здесь много. Самое, что интересно, сейчас еще покажу. Мы поднимаемся, нам предстоит вот такой подъем. Вон они, смотрите, ладят, вон. Смотрите, вон сидит еще одна. Ты ж мои-то. Первый раз. Да, да. Обезьянка. Не подумала, что твоя камера банан. И на Родиона шорт, чтобы подумала, он банан. Смотрите, каких много. На ребят напала, там с цветами у меня. Не, ну они просто с цветами стояли, фотографировались. Манго обезьянка. И, кстати, вот продают еще фрукты, манго. Сразу нарезаны ананасы. Фух. Но обезьянки, они тоже, но они прям киваются. Их, кстати, местные прям гоняют. Вот все женщины подметали, они прям их щеткой бамс, это обезьяне. Даже я не могу покушать бананчику спокойно. А вон, смотрите, мелкая, да, Мирошка, пойдешь знакомиться, да ты что? Опасная история. Они подумают, что тоже обезьянки тебя заберут. У нее красное лицо. Ага, обветрилась. Да, так это, это да, это детеныш. Куда ты идешь-то? Ой, Мироша знакомится, идет. А, видите? Да, это мама и сын. Мирошка, это как ты и мама. Видишь? А вон папка идет из кустов. Куда? Куда папка идет? Прикольно. Смотрите, мамка увидела, что я достаю банан и бежит. Она интересна, она у вас сама смотрит? А, как она его чистит. Да. Как они их чистят вообще. А мама даже без ребенка не дала. Эй, иди ребенку дай. Бэбику дай. Смотрите. А, вообще, а ребенку не дала, представляете? Смотри, какой он бедненький, маленький. Так, все, отходим. У нас больше ничего нет. Все нет. А он просто вот доедает этот. Папа маленький. Половил курати и по-русски. Так, мы дошли до какой-то, фу, статуэтки. Мы на самом деле уже высоко. Посмотрите, какие там горы. Красота. Я вон вижу надпись, тикет. Значит, там где-то билеты. И здесь дальше что-то расходится, наверное, на дороге, значит, он. Либо туда, трусите офис. Фух. Либо вот сюда можно пойти, либо сюда можно пойти. О, какое дерево, смотри. Так. Смысл в том, что в этом комплексе, где-то там на самом верху, есть пять вообще древнейших пещер и древнейших статуи Будды. Мы, короче, пошли уже полпути. И только потом до нас дошло, что в самом низу надо купить билеты. По 10 долларов каждый, как написано было. Вот. И уже поднимаемся. Да. Поднимаемся, поднимаемся. Смотри, какой вид. А, какая красота. Там вот озеро вдалеке. Папочка, сфоткай нас. Мне кажется, сюда стоит точно приехать, чтобы посмотреть на обезьян. О, а что она такая маленькая и нервная? Такая чипа, все, чипа, мадирная. Маленькая и агрессивная. Да. Вот так вот, как эти... Как голуби. О, хлеб ест. Просто ест хлеб. Сухарик. Смотрите, какие виды. Мы все выше и выше. Поднимаемся, скалы вообще, как будто их чем-то обработали. Они такие гладенькие все. Деревья. Это ванили же, по-моему, да? Или что это? Ух, как-то скользко. Ванили, что ли? Есть. О, смотри, там слева что творится. Смотрите. Смотрите, как мы высоко. А более туристов. Это да. Туристов хоть видно. О, туристов много, ну. Смотрите, какой красивый вид. Такая гора. Прямо острая. И вид, 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 вид. Правда, что в такую область, если дымки какой-то, река. Куда заказчик. Там озеро, пальмы. Там у кого-то вилла даже. А здесь уже, собственно, начинаются вот эти пещеры. Смотрите, сидит. Сама по себе. Эй! Блин, это, конечно, здорово. У них прически еще угарли. И пошла, и пошла. Эй! Вот он, вход туда. Смотрите, сколько людей здесь. Огромное-огромное количество. Да, короче, мы на самом деле поднялись. Получается, столько радиов. Интересная концепция, почему нельзя купить билет прямо здесь, перед входом. И причем там внизу, и вот если ты не знаешь, никаких табличек нет. Ты вот и поднимешься, и поцелуешь дверь. И, по сути, все, как странно. Ах, вот еще одна смотровая отсюда. Да. Здесь вот можно залипать долго и долго. Но надо ехать дальше. Так, тут вот фотосессия происходит с английскими беленькими детьми. Точнее, то, что они в беленьком одеты. Вот так вот, видите, толпы. Пойдем, пойдем, пойдем. Ага. Красоты этого места увидели максимально. Я хотел здесь запустить, короче, дрон. Но здесь полицейские, военные телевышки стоят, короче. В баню не будем рисковать. Едем дальше. Наша задача успеть на Сигирию, на закат. Это прям очень важно. Притя! Ой, можно вот становимся? А то он реально вот здесь. Да! Если там что-то, можно его в банан. Прикиньте, нельзя, запрещено. Здесь, короче, запрещено бананы давать. Слонам, но хочется выйти. Аа, смотрите! Смотрите, слон, слон, и это не где-то слон, это прям на дороге слон. Да, ему, короче, из автобуса кинули, что-то, смотрите, все едут, прикиньте. Не хочешь посмотреть? А, ты так смотришь? Матрёшки, матрёшки, это же срок, у него такой гигантский язык. Просто из леса вышел, как корова. Как дикая корова, представляете? Вот это да. Вот это я понимаю, вот так увидеть слона, это просто предел. Смотрите, все едут, снимают, потому что это реально обалдеть. Короче, остановился слонкийц и говорит, будьте аккуратны, если он побежит, говорит, хана будет. Но их не один, он раз, два, вот все просто останавливаются, потому что это вообще крутая штука. Прикиньте, смотрите, вот слон, и вон слон, он тоже вышел на дорогу. И там третий слон, их три. Ничего себе! Чего ты, ласковый? Блин, прикиньте, чувак, вот кричит, гоу-гоу-гоу-гоу, говорит, там, говорит, их целых три штуки, говорит, уезжайте скорее. Может быть, бит, а может, а я не бегу? Ой-ой-ой-ой, смотрите. Ой-ой-ой-ой, смотрите. Нифига себе. Ладно. Все, не будем так жестко шутить, короче, поедем. Но это крутые ощущения. Мы свернули с трассы с основной, она Сигирия Роуд, и она ведет через такую заповедную площадь, то есть у нас висел знак, что аккуратно, есть слоны, есть, кто там, и леопарды, обезьяны, бараны, могут выйти на дорогу, поэтому нужно быть. Гориллы, пап, гориллы. Ну, наверное, гориллы были, я-то это не разглядел. Смотрите, хоп, едем, и обезьяны. Смотри. И вот обезьяна! Да, и вот обезьяна. И Юля в руках бананы. Папа, иди, Юля, сейчас поклонись. Эй! Ой, смотри, как их много. Сейчас. Оп-оп, смотри. Он сейчас на машину не нахожу. Не знаю. Смотри, бери. Смотри, как клава закрывает. Бери, Слава, ну зачем ты к маме что-то, я же поснимать хотела. Бери, страшно, бери. Папа, закрывай. Она, стой! Закрой, я со мной так к нам запрыгну. Что мы делаем, бери? Бери, она, да ты зачем, я почему-то... Бери, она рычит на меня. Смотри, как она чистит. Ну, все. Оп, ну ты поделись. Не знаю, не только. Потому что снимала, что попало. То есть, как ты не... Эй! Эй! Я вон вообще сейчас спаду. Что? Нет, не что. Ну вот, что вы худые. Какие вы классные, ребята. Я же полета больше, да? Нет, ну еще есть. На! Тебя посильнее. Вот. Ну все, братва. Ты-то вообще наглая, слушай-ка. Короче, мы думали, что это слоны, а это это, коровы. А это коровы. Не, ну они, конечно, встали конкретно. Ну-ка. Буквально через 100 метров коровы. Так, кто же будет дальше? Да. Ты говоришь, сафари-парк, да? Да, реально. А сейчас сафари-парк! Вовнутрь мы уже туда не зайдем, потому что там только до 5 часов работает, а время уже 17-13. В общем, нам везет всегда. Ну что, вот катаемся прямо здесь, по территории. Нас охранник запустил, говорит, проедь. Вот, я говорю, мы просто хотим чуть-чуть сфотографироваться. Он говорит, ладно, типа, вот, езжай. И вот мы и едем. И, кстати, много людей тоже. Сейчас посмотрим, попробуем что-нибудь хоть увидеть. Нас тут парень быстренько припарковал. Бежим. Фу, чтобы успеть. Короче, говорит, что все закрывается. Хоть немножко посмотреть. Бежали-бежали. И тут же дала нас неприятность. Ха! 30 долларов взрослый, а за детей нужно тоже заплатить по 15 долларов. Ну, как бы, дофига. И я такой думаю, типа, у меня нет даже столько с собой. Извините. Я не покупал билет. Ну, да-да-да-да. Ну, вообще, здесь вот так вот можно просто по территории погулять, там, древнейшее. Посмотреть. Вот. И вот, собственно, сама Сигирия виднеется перед нами. Ну, здравствуйте. И вот Мироша говорит. Так, так, так. Сидит. Сидит. Понимаете? Огромная. Это моя машина. Ты слышишь меня? А, Мироша не прыгнет. Машина моя, уходи давай. Мироша не прыгнет. А, Мироша не прыгнет. Ты слышишь, что я тебе говорю? А вон они по веткам прыгают. Их здесь вообще просто огромное количество. По деревьям туда-сюда. У нас, знаешь, показатели достопримечательностей никакие. Мы просто сегодня съездили, как в сафари-парк. А, да, прокатились на древнейшей. Ну, конечно, да. Задумаю, столько всего дикого увидим. Ха, классно. Мы кое-как сели в машину, и вот торчит ее хвост. Сейчас, подождите. Оп. Чуваки, здорово. А вон павлин. Сидай павлина. Стой. Здесь, короче, предлагают экскурсию вот на тук-туках, ну, покатать себя. Но мы как-то все-таки заехали. Вроде пока едем. Мы приехали на другую локацию. Называется гора Пидурангула. Припарковались. Здесь огромное количество, на самом деле, машин. И, насколько мы знаем, что вот на эту вершину подняться будет гораздо дешевле. И с нее мы как раз увидим Сигирию. Так что не теряем время. Уже начинается закат. Срочно отправляемся туда. Ну, пробуем зайти. Вау, неужели нам прям вот на вот эту вот вершину надо топать? Вот это поворот. Вот это идти-идти. Вот, смотрите. А сюда мы купили билет за взрослого 1000 рублей. А здесь, кстати, люди спускаются и идут в ботинках. Так, и куда нам идти? Мирона, стой, стой. Так, он у нас тут. Помори обезьяна. Да, и снова обезьяна. Так. А, это, наверное, нам надо пройти вон там вот. Так, мы зашли в храм. Здесь Буды. Вот как раз Буды лежит. То, что мы хотели посмотреть, вот все Буды здесь. По ходу дела. Вот так вот. Так. Вот так это здесь все выглядит. Посмотрите, какое восхождение у нас начинается. Вот это забавно. Вот это сегодня мы подъемов совершили. Вот это да. Да, Мирошка? Смотрите, мы просто вот так вот в скалах двигаемся. Вот в таких ущельях, как Теснина Дагестанская. Здесь, кстати, вечером включат подсветку. О, здесь вообще невероятно. Просто смотрите, как мы пробираемся. Опа. Давай, вот так вот. Гляньте, как узко. Это будет сегодня наш самый топовый закат. Сто процентов. Так. Я первый иду. Забираемся. Да, сынок, да. Мы просто идем, посмотрите. Камни, камни. Даже немножко непонятно, куда идти. Надеюсь, мы идем правильно. Вот так вот под джунглям двигаемся. О, вот здесь, кстати, еще есть лестница снизу. Можно было как-то подняться. О, да. Не знаю, сколько нам идти. Как говорится, главное, чтобы успеть на закат. Но учитывая, что мы будем там наверху, поэтому надеюсь, все будет норм. Посмотрите. Просто в камнях мы проходим. О, вот это да. Вот это тут проложили. Маршруты. Это вам не хухры, мухры. Как вы? Нормально. Нормально? Терпимо? Нет. Мы очень хотим закат. Мы очень хотим закат. Здесь серьезные подъемы. Это вам не хухры, мухры. Все. Мироша, держись за папу. Я не знаю, что сказать. У меня вообще ни слов. Это... Это жесть. Это наиполнейшая жесть, я вам так скажу. Мирошка, аккуратно, суток. Представляете, здесь лежит Будда. Гигантская. А Носенка думала, что это там, в пещерном храме. Смотрите. Вот это да. Папа, ты сквозь. Да, какие сквозь. Да. Снова убедился в том, что... Как здорово, что мы не пошли, потому что мы думали, что она находится там, а она здесь. Вот под этой вот скалой. Да, Мирошка, ты крутой. На руках проехался. И виды. Фу, нам осталось чуть подняться на самый-самый верх. Идет иностранец нам, по-английски, говорит, о, три, бэби, типа, это impossible, короче. Типа, невозможно. Я говорю, не, не, говорю, знаю такую историю. Смотрите, какие виды. Я говорю, мы попробуем. Нет ничего невозможного, да, Мирошка? Согласен со мной? Нет, 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 нет. Здесь, короче, есть сложный участок. Вот, надо будет как-то сейчас подниматься. Артем, стой. Здесь, на самом деле, вообще трындец. Спускаться очень сложно, опасно. Вот, смотри, что здесь происходит. Это да, у детей такие эмоции. Это очень сложно. Не заболись! Наверное, поэтому... Мамочка, дай мою карточку, где моя карточка? Какой вид, ребята! Мама, где моя карточка? Смотрите, какая красота. Да, пшикай всем. Да, ты видишь, сынок. Фух, здесь можно еще вот так, кстати, спускаться. Берите с собой обязательность и пойдете вот эту штуку. Пацаны, пацаны, запомните, нет ничего невозможного. Понятно? Вот так вот. Я умер! Смотрите. А на этой горе лестница сделана. Вот я прям вижу, как люди поднимаются, спускаются. Вон там видна огромная статуя Будды. И самое, знаете, что печальное? Это то, что мы сюда пошли, а я забыл дрон. Прикиньте. Обидно, просто нереально. Я его оставил, короче, в другом резуке, в коричневом, в котором я хожу, ношу точнее аппаратуру. Ну ладно, насладимся видами так. У нас вот уже даже луна почти пололунья. Невероятно. Я оставил всех там. Я хочу подняться еще выше. Смотрите, куда. О, ну вот тут вот виды, конечно. Нет, надо забирать своих. И сюда. Слушайте, ну сюда должен подняться каждый. Смотрите, какие виды. Вот это улет. Ух, это не такая сильная высота, но это круто. Я сходил и забрал всех, потому что, ну, и вот сюда нужно обязательно подняться. Все, ну, все, ну вот тут вид. И вот это сила, сила. Да. Артем, как тебе? Круто. Круто? Круто. Можно подняться уже кричать. Да, сынок, вот такая высота, представляешь? Сейчас. Ну, а можно уже? Это точно заслужит лайка. Вот такое мы любим. Вот такое природное, настоящее, где сила и испытания во время подъемов. Мирон, ты бы еще увидел какие-то планы. Невероятно, да? Вообще, ради этого стоило столько тащиться, столько там не заплатили, там не зашли. И там вот это вот бонус, завершение дня. Вот зачем мы так долго поднимаемся, еще такую красоту вы видели? Да. Смотрите, какие краски. Стоять. Смотри-ка, птичку посмотрим. Вот так. О, лестница, которая... Туку-тук. Сволала, сволала, сволала. Рюк-туку-тук. Я на самом деле думал, что мы сейчас спустимся и потом сделаем завершение видеоролика. Но потом я понял, что нет. Закончить этот выпуск нужно именно на этом месте, с этой вершины, с видом на ту вершину. Как вам сегодняшний день? Очень круто. А еще если кто-то хочет сделать свою мечту, он это осуществляет. Ему ничего не прикажет, никакая преграда. Да. И кто-то хочет видеть черепах, всегда приезжайте на Шри-Ланку больших. Да. И хотелось сказать завершение этого дня, хоть мы и устали очень, и все у нас пошло не по плану, и там мы не успели, там мы не успели, там не стали заходить. Но сегодня мы покрасающий день, потому что мы видели животных в живой природе, огромных слонов, мы видели обезьянок в живой природе. Да, ребятки, рассказывайте. И мы увидели самый лучший вид не в Сигири, а на Сигири. Мне кажется, это гораздо круче и гораздо дешевле. Дешевле, да. Это самый топовый выпуск на нашем канале, 100%. И он, кстати, безумно сложный. Ставьте лайки, пишите комментарии. И пока! И пока!